Ты чел современный и геймер реальный, виснишь часами в сетях социальных. Гаджетом новым не сбить тебя с толку, чуть устарело, меняешь недолго. Здесь есть девайсы по ценам приличным, можно писать книг в паблик и в личку. Не важно, ты чикса, а может пацан. Все покупаем в ломбарде Титан. В ломбарде Титан. Вы смотрите проект Место происшествия, мы продолжаем выпуск. Хотел снять квартиру в Кирове житель Пензы, а снял деньги с банковской карты 22-летней девушки. Полицейские задержали подозреваемого в дистанционном мошенничестве. 26-летний Владислав теперь сожалеет о том, что промышлял нечестным способом, но уже поздно. Вы признаете? Конечно признаю. Хочу вернуть денежные средства, у кого убил. Говорить красиво Владислав мастер. Вот и 22-летнюю кировчанку, что называется, уболтал. Он увидел объявление на Авито о том, что девушка сдает квартиру в Кирове. Позвонил ей и предложил перевести на банковскую карту предоплату сразу за несколько месяцев проживания. Только вот переезжать в Киров, будучи жителем Пензы, молодой человек не собирался. Обманным способом он получил данные банковской карты, которые подключил мобильный банк. Они мне переводили денежные средства на мобильную связь, оплачивали. Кировчанка поняла, что с ее карты пропало 33 тысячи рублей, а потенциальный арендатор квартиры перестал выходить на связь. Девушка обратилась в полицию и оказалось, что она не единственная пострадавшая. Сколько я таким образом заработал? Мало. Ну сколько мало? Ну я не считал. Там мелочь. Когда дают деньги, когда 5 тысяч. Когда как? Ну всех миллионов, согласитесь? И большие деньги. Деньги сейчас где? Потратим. На что? На свои нужды. Полицейские вышли на след подозреваемого и доставили его из Пензы в Киров. Оказалось, что Владислав уже был судим. Во время обыска у него на квартире изъяты мобильные телефоны, а также более 100 сим-карт, зарегистрированных в различных регионах страны. Владислав во всем сознался и теперь хочет вернуть пострадавшим деньги. Только вот все успел потратить. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Алина Котрихова. Место происшествия. Алина Котрихова. Место происшествия.